Всем привет, меня зовут Шустра, здравствуйте, это Аблион, мы продолжаем страдать, я продолжаю страдать, а вы продолжаете страдать вместе со мной, да, ведь это круговая порука, да-да-да, именно так, у нас сегодня врата для Ле-Ауина, и как и каждый день, я говорю, что я очень надеюсь, что они не будут опять вот эти вот трехуровневые. О-о-о, пол лошади, это жестко, и они опять фердопердозные, да? О, привет, а что? Ой. Конечно, коту надо, конечно, коту надо поорать, именно в эту секунду, именно в эту минуту, конечно, в другую было не нужно, вообще не нужно. Так, хорошо, все очень плохо, правильно? Ну, хоть так. Нет, никаких обнимашек. Блин, ты меня отразила. Клядь, какие же вы душные, я не могу прям. Это новый левел, новая боль, да? Скажи, что я могу просто пойти вот в главную, нужную мне башню, и все будет хорошо, нет? Что мне не надо зачищать все? Я даже не понимаю, куда мне идти. Сюда, что ли? О-о-о, господи, о-о-о, господи, о-о-о, господи. Да нормально. Наверное, мне сюда. Клан Фир, конечно же, кто же еще? Гребаный Клан Фир. Отлично. Меня спасла какая-то клыкастая херобора, которая... Которая здесь. Что? 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 Мне показалось? Мне не показалось, понятно. Деньги мне сейчас очень нужны, потому что чиниться после каждого этого, это прям... Я же... А я же починилась? Ну, судя по всему, да. Да. Ну, вроде, да. Я надеюсь, что я не настолько отбитая. Ну, тут прикольно. Мне нужно самой чинить шмотки. Куда ты? Хорош. А, да? Окей. Да, отстань. Так, что? Там наверх, а тут вниз. А это что-то изменит? А-а-а. Даже так? Блять, какая-то особенная, что ли? Я понять не могу. Ах, ножки, ах, это... Что это? Что это за камень? Угу. Угу. Кланфира. Нет, скампище. Повезло. Слишком ярко. Так, давай-ка сохранимся на всяк случай. Скампище вижу. Какой-то кривой, хромой, косой. Тут все бы были бы такие, как ты. Так. Уже лучше. Мы тратим меньше... Делье волшебства пригодится. Мы тратим меньше сил и времени на то, чтобы вас убить. Сука. Сука. Ну, клан Фиры не такая большая проблема, хочу сказать вам. Но здесь на всякий случай сохранюсь. Так, где-то я. О боже. Так. Не надо делать. Ой, блядь, ну за что? Сука! Ага, подъемник сильно поврежден. Ну, круто. Первый раз такое вижу. А почему клан Фир меня заметил, но не пошел за мной? А почему здесь не может быть нормальных... Почему здесь не может быть нормальных... Как их назвать? Нормальных врат. Ну, просто, простых, обычных. Просто зашел в башню, зачистил, ушел. Просто этих врат настолько много... Что ты реально не понимаешь... Как ты так провинился? Найс. А почему ты меня не видишь? А почему ты меня видишь, но ничего не делаешь? Да. Окей. Типа, теперь нам... А, теперь мы в главную, да, зашли? Можно стрелы хоть немножечко обратно забрать? Нельзя, я поняла. Они ломались. Подожди, оно открылось сюда. А сюда что, как? Просто здесь я через какой-то момент не смогу... Это? Здесь я через какой-то момент не смогу подняться? Все продать нахрен. Катерберк черный. Мне кажется, просто с какой-то момент я не смогу здесь подняться. Как ты меня услышал? Иди, полез. Нет! Бэ! 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 Полежи. Нет! Мраза! Так не зовут девушку на колени. Учись. Мраза. В самом раз. Кольца. Тихо, что? Так. Подожди чуть-чуть. Да, здесь есть фонтан крови, но прибережем его. И на всякий случай, когда я люблю жадить, не на те кнопки. Лучше сохраняться почаще. Так, ну это вроде правильная башня. Я очень надеюсь, что я смогу подняться на нее до самого конца. Башня крови. Башня. Я не уверена. А можно пешочком? Ну, типа, как положено, нет? Что, свой собственный скам тебя заблокировал, да? Смотри, почти до самого конца можно подняться. Что там, блядь? Кто такое? Это не та башня. А, нет, так, слава тебе, господи. Да-да, здравствуйте. Ой, бля. Ой, добрый день. Вы верите в бога, Мартина нашего Септима? Нет, нет. Нет, нет, нет. Я в домике. Мне удалось закрыть врата Обливиона у Лея Вина. Теперь, когда город безопасности, нужно поговорить с графом о помощи для Брума. Да, нужно. Сначала нужно спастись от всего этого говноденства. Там еще одни, блядь, со врата. Мы хотя бы закрыли те, что нужно. Блин, ну придется это говно зачистить. Минус один. Торжественно клянусь, что когда мы закончим с главным сюжетом, больше никогда не буду чистить и открывать врата. Отлично. Теперь я могу. Теперь я могу переместиться. Так, ну, видимо, ночь. А мне надо... Что мне надо? Надеть нормально. Да, мастер. Или не ночь. С Лея Вином хотя бы все хорошо прошло. Который час? Так, надо подождать всего-то буквально каких-то часиков 7-8. А! Хорошо! Но это реально прошло, реально просто. Я так понимаю, в играх. Что-то случилось. Как продвигается твоя компания? Да мне плевать. Помощь Бруми нужно. Теперь как? Спасибо. Удачного тебе дня! Ой! Ну, это же еще не все. Так, пойдем-ка продадим все ненужное, что есть. Сейчас пока утро, как раз таки. Опять... Да, мастер. Раз починим меч за тысячи три-четыре. Господи, когда я уже научусь быть оружейником хорошим. Дом. Так, мне нужен... Мне нужно выйти на площадь туда, по-моему. Где-то должен быть магазин универсальный, который все скупает. Привет! Здрасте. Потом, вот, гильдия бойцов. Я помню, отсюда я шла, и вот где-то можно все продать. Хотя нет, подожди, не все. Я же где-то продавала эти. Да, это таверна, да. Где-то же я продавала дом. Не, да, вот я продавала... Вот, вот этот чувак принимает все. Товары с гарантией. Там есть... Здорово. Там есть и кольца магические. Да, да, герой Леонид. Чем я могу заинтересовать? Так, посох деморализации. Возьми. Отлично. Так, допроса. Оставлю отражение. Оставлю ночного зрения кольцо. Забирай. Стальной кожи. Забирай. За тысячу. Круто. Хождение по морю. Забирай. Ожерелье моря. Забирай. Как минимум, мы уже отбили себе починку. Зелье света. Забирай. Рассеивание тоже. Хамелеоны тоже. Поглощение тоже. Исцеление от паралича тоже. Слабая хамелеона. Забирай. Обнаружение ночного зрения. Не надо мне. И свитки тоже. Забирай. Тоже нафиг не упали. Да забери ты, господи. Урон огнем и щит. Хорошо. Бин. Рик. Обычный камень душ. Ну, вроде все. Расскажи. Вроде все. Так. Здрасте. Так, теперь обязательно идем чиниться в гильду. Хотя, подожди, этот же чувак тоже может починить. Может, он будет немножко дешевле? Кто знает. Хотя, вообще, вы не в гильдии должны бесплатно все делать. Я бы, блин, хозяйка гильдии. Я мастер на все руки. Что ты ху... Да ни хрена. Герфовый щит. По ножу акробата. Вот это. И вот это. Вот это я все остальное сама починю. Добрый день. Ты ничего не учишь, случайно? Не учишь? Очень жаль. Очень жаль. Удачного тебе дня. Угу. Так. Починились, да? Дальше. Что у нас? У нас дальше Чейден Холл. К сожалению. Так, нам туда. Хорошо. Который час? Шесть вечера. Но прием должен еще идти. Как минимум час или два, поэтому... Никогда здесь не было. Как всегда, я... А где... Пусть твой путь всегда будет безопасным. А где хозяин? А дороги чистыми. Да. Двенадцать. Тринадцать. Давай, четырнадцать часов здесь подстоим. Как раз ночь пройдет. Жалко, как в Скайриме нельзя, знаешь... Гличом скипнуть, чтобы все это время за час прошло. О, кто-то идет. Давай, выдай мне очередную порцию этого. О, привет. Темный эльф? Серьезно? У меня сейчас нет времени на разговоры. Врата Обливиона видны с городских стен. Мы должны быть готовы к нападению. Возможно, мы поговорим позже. Мне нужна помощь для Брумы. Прежде всего я отвечаю... Пока. Отлично. И тебе всего наилучшего. Блин, когда врата проходят вот так вот... Легко... То... Ну, я не испытываю особого напряга от этого. О, тут даже кто-то есть. Не хамингуя я себе. Но! Нет, мы не заканчиваем серию, как вы могли подумать. Мы открываем подлинную Борензию часть 2, потому что мы с вами давно не читали. Автор неизвестен. Борензия и Строу остановились в Рифтоне на зиму, наняв дешевую комнату в самом нищем квартале города. Борензия хотела вступить в воровскую гильдию, так как знала, что у нее будут неприятности, если она попадет на своем промысле. Однажды она заметила в корчме известного члена гильдии, молодого бесстрашного каджита по имени Террис. Она предложила разделить с ним ложе, если он поможет ей со вступлением. Он оглядел ее, ухмыляясь, и согласился, но при этом сказал, что ей все равно придется пройти испытание. «Какого рода?» – ответил Террис. «Сначала заплати, милашка. Данный эпизод исключен по настоянию храма. Строу убьет ее, а возможно и Террис тоже. Что во всем Тамриэле могло заставить ее пойти на такое? Она окинула комнату тревожным взглядом на другие патроны, но другие патроны потеряли к ней интерес и вернулись к собственным делам. Она не припомнила никого из них, и это была не та корчма, где она остановилась со Строу. Если повезет, возможно, Строу и не узнает об этом, по крайней мере, не сразу. Террис оказался самым обаятельным и волнующим мужчиной, какой он когда-либо встречал. Он не только рассказал ей о навыках необходимой члену воровской гильдии, но и лично учил ее или же сводил с людьми, которые могли бы это сделать. Среди таких была одна женщина, кое-что понимавшая в магии. Катиша была полноватой, солидной северянкой. Она была замужем за кузнецом, имела двух детей-подростков и в целом казалась ничем не выдающейся и респектабельной обывательницей. Отличие заключалось в ее странной любви к кошкам, что переносилось и на их человеческое подобие – каджитов. Талантик – определенным видом магии и довольно странном круге общения. Она обучила Барындию заклинанию невидимости и поднатаскала в других заклинаниях скрытности и маскировки. Катиша свободно смешивала свои магические и немагические дарования, подкрепляла одно другим. Она не состояла воровской гильдии, но питала к Террису что-то вроде материнского чувства. Барындию относилась к ней с теплотой, какую никогда не испытывала ни к одной женщине и через несколько недель рассказала Катише о себе все. Она и Строу приводила к ней пару раз. Строу нравилась Катише, но не Террису. Террис же, напротив, находил Строу интересным и как-то предложил Барындию попробовать втроем. Абсолютно исключено, твердо сказала Барындия, порадовавшись тому, что Террис поднял эту тему в приватной обстановке. Ему это не понравится, да и мне тоже. Террис улыбнулся в выражительной кошачьей треугольной улыбкой и лениво потянулся в кресле, выгнув хвост. Это было бы хорошим сюрпризом для вас обоих. Пара, это так скучно. Барындия ответила ему испепеляющим взглядом. А может ты не хочешь заниматься этим при твоем деревенщине? Так я мог бы привезти своего дружка. Так пойдет? Нет, не пойдет. Если я тебе наскучила, то поищи для себя с дружком кого-нибудь другого. Теперь она была полноправным членом воровской гильдии. Она прошла посвящение. Она находила Терриса полезным, но не жизненно необходимым. Возможно, он ей тоже немного наскучил. Она рассказала Катише о своих проблемах с мужчинами или о том, что она считала проблемами. Катиша покачала головой и сказала, что Барындия ищет любви, а не похоти. И что она узнает своего суженого, когда встретит его, что ни Строл, ни Террис, очевидно, так и выми не являются. Барындия недумевающе склонила голову на бок. Говорят, что все темноэльфийские женщины про... про... как это... проститутки? Сказала она неуверенно в правильности слова. Ты хотела сказать неразборчиво в связях. Хотя, полагаю, некоторые становятся и проститутками, сказала Катиша после некоторого размышления. Эльфы много гуляют, пока молодые. Потом ты перерастешь этот период, возможно, у тебя это уже началось, добавила она с надеждой. Барынди ей нравилось, она успела привязаться к молодой эльфийке. Тебе нужно найти какой-нибудь хороших эльфийских ребят. Если будешь продолжать яшкаться с каджитами и людьми, то в один прекрасный момент можешь забеременеть непонятно от кого. Барынди непроизвольно улыбнулась. Мне бы это понравилось, я так думаю. Но это, наверное, неприемлемо, да? С детьми столько хлопот, а у меня и дома-то своего нет. Сколько тебе лет, Барри? 17? Что ж, тебе остается год-два до детородного возраста, если только ты не оказалась слишком неудачлива. Эльфы неохотно переживают детей с эльфийками, уже родившиеся от других рас. Поэтому лучше тебе будет прибиться к соплеменникам. Барынди вспомнила еще кое-что. Строу хочет купить ферму и жениться на ней. А ты этого хочешь? Нет. Не сейчас. Может, когда-нибудь? Да, когда-нибудь потом. Но не так, чтобы это помешало мне стать королевой. И не какой-нибудь королевой, а королевой Моранхолда. Она произнесла это решительно, почти упрямо, словно чтобы развеять любые сомнения. Катиша предпочла проигнорировать последние уточнения. Богатое воображение девушки забавляло ее. Она считала его признаком живого ума. Думаю, когда-нибудь Строу будет уже глубоким стариком в баре. Эльфы живут очень долго. По лицу Катиши скользнула легкая тень зависти. Той печали, с которой люди говорят о тысячелетней жизни эльфов, неиспосланные богами. Правда, мало кто из них действительно живет так долго, поскольку болезни и насилие вносят свои поправки. Но они могут. И один или два из них на самом... На самом... Че? Один из них на самом прожили. Весь опущенный срок. На самом деле, может быть, на самом прожили. Мне и старики нравится, заметила баре. Катиша же смеялась. Барынзия изнывала от нетерпения, пока Террис раскладывал бумаги на столе. Он был дотощен и щепетилен, и в этом деле, и всегда клал ненужное туда, откуда взял. Они вломились в особняк какого-то дворянина, оставив Строу снаружи, на стреме. Террис сказал, что работа несложная, но очень щекотливая. Он не хотел брать с собой никого из гильдии. Но сказал, что может доверить Барри и Строу никому более. «Скажи мне, что ты ищешь, и я найду», – нетерпеливо прошептала Барри. Ночные зрения у Терриса было не таким, как у нее, а подсветить себе хотя бы крошечным магическим ком он не рисковал. Ей еще никогда не доводилось бывать в таком роскошном доме. Даже даркмурский замок графа Свена и леди Инги, где прошло ее детство, не шел с ним ни в какое сравнение. Она озиралась в изумлении, когда они крались по анфиладам богато расписанных комнат, и через огромные залы в комнатах гулка отдавалось эхо. Но Терриса, похоже, не интересовала ничего, кроме этого письменного стола с маленькими уставленными книгами кабинета на верхнем этаже. «Ш-ш-ш», – прошепел он сердито. «Кто-то идет», – прошептала Барри за секунду до того, как дверь распахнулась, и в комнату вступили две темные фигуры. Террис резко вскочил и бросился к окнам. Мышцы Барензии были напряжены настолько, что она не могла ни двигаться, ни даже говорить. Она беспомощно наблюдала, как одна из фигур, поменьше ростом, прыгнула за Террисом. Сверкнули две короткие беззвучные вспышки глубого света, а затем Террис свернулся на полу неподвижной темной массой. Дома жил торопливыми шагами, тревожными голосами и лязгом поспешно надеваемых доспехов. Мужчина повыше по наружности от темного эльфа полудонес, полудотащил Терриса до двери и передал его в услужливые руки другого эльфа. Первый эльф, кивком головы, отправил своего товарища в синей мантии в кабинет. Затем повернулся к Барензии, которая снова обрела способность двигаться, хотя голова раскалывалась, когда она пыталась это сделать. — Расстегни рубашку, Барензия, — приказал эльф. Барензия глупо вытаращилась на него и невольно, плотнее запахнула одежду. — Ты же девушка, Барри, не так ли? — мягко сказал он. — Знаешь, тебе следовало перестать наряжаться мальчиком много месяцев назад. Ты этим только привлекла к себе внимание. А еще тем, что называлось об Барри. — Это твой дружок, как этот дурачок Строу, не смог придумать ничего лучше. — Обычное эльфийское имя, — возразила Барри. — Мужчина грустно покачал головой, только не у темных эльфов, дорогуша. — Но ты ведь немного знаешь о темных эльфах, верно? — По... Да шо ж такое? — Мужчина грустно покачал головой, только не у темных эльфов, дорогуша. Но ты ведь немного знаешь о темных эльфах, верно? — Печально, но факт. — Ну ничего, я попробую исправить это упущение. — Кто ты? — жестко спросила Барензия. Ай, вот тебе и вся слава. Мужчина передернул плечами, криво усмехнувшись. Я Симах, госпожа Барензия, генерал имперской армии, грозного и достопочтимого его императорского величия Тайбера Септима Первого. И, надо сказать, ты заставила меня здорово побегать по всему Тамриэлю. — Ну, ладно, по части Тамриэля. Хотя я догадывался, и правильно догадывался, что ты держишь путь на Моровинт. Но тебе повезло, в Вайтране нашли труп, который приняли за Строу, и мы перестали искать вашу сладкую парочку. Это было так обеспечно с моей стороны. — Вот уж не думал, что вы продержитесь вместе так долго. — Где он? С ним все в порядке? — спросила она с неподдельным трепетом. — О, с ним все прекрасно сейчас, по крайней мере. — Но он под стражей, конечно, — Эльф обернулся. — Так он тебе действительно не безразличен? — спросил он, и внезапно посмотрел прямо в глаза с яростным любопытством. Пристальный взгляд красных глаз казался Барензии необычным и странным, ведь она видела такие лишь изредка так, да и то в зеркале. — Он мой приятель, — сказала Барензия. Слова выходили с трудом, уныло и обреченно. Симах, генерал имперской армии, ни больше, ни меньше. Говорят, сам Тайберс и Птим дружат с ним, прислушиваются к его словам. — Похоже, у тебя еще водится пара сомнительных приятелей. Да простит меня моя госпожа, мои слова. Перестань называть меня так. Ее раздражение ее раздражал видимый генеральский сарказм, но он лишь улыбнулся. Пока они говорили, Переполохов в доме постепенно улегся. Хотя она по-прежнему слышала, как люди, вероятно, обитатели дома шепчутся неподалеку. Высокий эльф уселся на край стола. Казалось, он расслабился и решил передохнуть. И тут до ее сознания дошло. Пара сомнительных приятельный, он сказал. Этот господин знал о ней все, во всяком случае, достаточно много, что означало то же самое, что и с ним будет и со мной. Ах, знаешь, этот дом принадлежит командующему имперского войска в этой области. Это означает, что он принадлежит мне. Барензия едва не задохнулась, а Симах пристально поглядел на нее. Что, не знала? Ца-ца-ца. Вы удивительно безрассудны, моя госпожа, даже для своих семнадцати. Всегда нужно знать, что делаешь или куда идешь. Но гильдия бы не... Барензия затряслась. Воровская гильдия ни за что бы не решила смешаться в политику империи. Никто не осмелился бы бросить вызов Тайберу и Септиму. Во всяком случае, из тех, кого она знала. Кто-то в гильдии что-то напутал крепко. А ей теперь придется расплачиваться. Рискну предположить, что у Терриса не было одобрения гильдии на это. На самом деле... На самом деле я удивлен. Симах тщательно обследовал стол, выдвигая по очереди ящики. Затем он достал один, поставив его на стол и вытащил фальшивое дно. Внутри оказался сложенный лист пергамента. Похоже, это была какая-то карта. Барензия осторожно приблизилась и вытянула голову. Симах убрал от нее документы и рассмеялся. Нет, действительно, непосредственная натура. Посмотрев лист, он снова свернул его и убрал. Так вы же сами советовали мне проявить больше любознательности всего минуты назад. Что было, то было. Похоже, у него внезапно поднялось настроение. Нам нужно идти, моя дорогая леди. Он довел ее до двери, вниз по лестнице, а затем вывел на свежий ночной воздух. На улице ни души. Барензия вперила взгляд в темноту. Интересно, насколько быстро он бегает? Думаешь, как бы удрать, верно? Ай, не хочешь сперва послушать, какие у меня планы на твой счет? Ей показалось, что в его голосе промелькнула какая-то давняя боль. Раз ты об этом заговорил, то пожалуй. А может, сначала ты хотела бы узнать о своих дружках? Нет. Он поглядел на нее с удовлетворением. Очевидно, именно этот ответ он надеялся услышать, подумала Барензия. Но при этом она говорила правду. Она, конечно, беспокоилась за своих друзей, особенно за Строу, но о себе она беспокоилась гораздо больше. Ты станешь настоящей и полноправной королевой Моронхолда. Симах объяснил, что таковы были его и Тайбера Септима виды на нее все это время. Что Моронхолд находился под военным правлением все 19 или около того лет с момента ее отбытия. Должен постепенно вернуться к гражданской жизни под чутким имперским руководством, конечно, на правах части имперской провинции Моровинда. Так зачем меня отправили в Даркмур? Спросила Барензия, с трудом веря всему услышанному. В целях безопасности, естественно. А ты зачем сбежала? Барензия пожала плечами. Не видела причин оставаться. Надо было раньше мне сказать. Теперь сказали. На самом деле я уже послал за тобой, чтобы тебя доставили в имперский город и пристроили на какое-то время при имперском дворе. Но ты к тому времени уже, скажем так, скрылась. Хотя твое предназначение должно было быть вполне очевидно для тебя. Тайбер Септим не хранит тех, кто ему не нужен, а на что ты еще могла сгодиться. Я о нем ничего не знаю. Да и о вас, кстати, тоже. Так знай следующее. Тайбер Септим воздает и друзьям, и врагам своим по их заслугам. Барензия обдумала эту мысль несколько секунд. Строу сделал для меня добра и никому никогда не причинил вреда. Он не состоит в воровской гильдии. Он пошел единственно с тем, чтобы защитить меня. А так он заработал на жизнь, бегая на посылках. И он, он, Симах, нетерпеливо махнул рукой, перерывая ее. Ай, да все я знаю и про твоего Строу, сказал он. И про Терриса. Он посмотрел на нее вопрошающе. Итак, чего ты хочешь для них? Она глубоко вздохнула. Строу хочет маленькую ферму. Если я теперь стану богатой, то желала бы, чтобы ему подарили такую. Отличненько. Казалось, он сначала удивился, но потом остался доволен решением. Заметано, будет у него ферма. А Террис? Он подставил меня, холодно сказала Барензия. Террис должен был сказать ей, с каким риском сопряжена работа, на которую он ее пригласил. К тому же он оставил ее в руках врагов, пытаясь спасти свою шкуру. Не заслуживает такой человек награды, да и доверия по сути не заслуживает. Да? И? Ну, он должен за это пострадать, не так ли? Звучит разумно. Какую форму должны принять означение страдания? Барензия стиснула кулаки. Она бы предпочла самолично побить и поцарапать каджита, но учитывая, как все повернулось, то было бы не совсем по-королевски. Порка, как считаешь, 20 ударов кнута будет немноговато? Да. Понимаешь, я бы не хотела портить ему всю оставшуюся жизнь, а просто преподать урок. Ай, конечно. Симах ухмыльнулся. Затем его черты внезапно подобрались, он стал серьезнее. Все будет исполнено, ваше высочество, госпожа Барензия, королева Моронхолда. Он... Ой-ой-ой, Сима. Сима, ну проходи. Ну что ж, вы же умеете все почитать. Он склонился в глубоком, почти учтивом, до неловкости торжественном поклоне. Сердце Барензии едва не выпрыгнуло из груди. Она провела два очень насыщенных дня в апартаментах Симаха. Там жила одна тельная эфилька по имени Дреллен, которая была приставлена к ней, хотя явно не относилась к прислуге, ибо ела она за одним столом с хозяевами. Не была она и женой Симаха или любовницей. Дреллен очень позабавила, когда Барензия спросила об этом. Она просто ответила, что выполняет всевозможные поручения генерала, самые разные. При помощи Дреллен для нее заказали несколько прелестных платьев и пар обуви, а кроме того костюмы, сапоги для верховой езды и прочей мелочи. Барензия была в основном предоставлена сама себе. Симах большей частью отсутствовал. Она видела его главным образом за трапезой, но он мало рассказывал о себе и своих делах. Он был сердечен и любезен, выражал готовность к беседе на любые темы и, казалось, интересовался всем, что она говорила. Дреллен вела себя схожим образом. Барензия находилась в их вполне приятными людьми, но все же какими-то недоговорчивыми, как называла это Катиша. Она испытывала странные приступы разочарования. Это были первые темные эльфы, с которыми она близко общалась. Барензия ожидала, что ей будет уютно с ними, но наконец-то, что она найдет родственные души, а вместо этого приходилось скучать по ее друзьям-нордам Катише и Строу. Когда Симах сказал ей, что на рассвете им предстоит отправиться в имперский город, она попросила позволить попрощаться с ними. Катиша переспросил он, ай, да-да, полагаю, что и ей кое-чем обязан, что она привела меня к тебе, оповедав об одиноком темной эльфийской девочке по имени Барри, нуждающейся в эльфийских друзьях и которая наряжается мальчиком. Очевидно, что она никогда не связана с воровской гильдией, и никто из связанных с гильдией не знает о твоей истинной личности, кроме Терриса. Это хорошо. Я бы предпочел, чтобы твое гильдейское прошлое не стало достоянием общественности. Пожалуйста, никому не говорите об этом, ваше высочество. Такое прошлое не идет имперской королею. Никто не знает, кроме Строу и Терриса, а они никому не расскажут. Точно. Он улыбнулся странной кривой улыбкой. Не расскажут. Он не знал, что Катиша тоже это известно, и было нечто в том, как он произнес свою фразу. Строу пришел в их жилище на утро в отбытие. Они остались в гостиной наедине, хотя Барензия знала, что другие эльфы находятся в пределах слышимости. Он выглядел бледным и подавленным, а не молча обнимались несколько минут. Плечи Строу подрагивали, и слезы катились по его щекам, но он ничего не говорил. Барензия попробовала улыбнуться. Итак, мы оба добились чего хотели. «Я буду королевой Морренхолда, а ты станешь лордом своего хутора». Она взяла его за руку и неподдельной теплотой заглянула в глаза. «Я буду писать тебе, Строу. Обещаю. Тебе нужно найти писца, чтобы ты мог ответить». Строу горестно покачал головой. Когда Барензия принялась настаивать, он раскрыл рот и ткнул в него пальцем, издав нечеренно сдельный звук. И тут она поняла, в чем дело. Его язык был вырезан. Барензия рухнула в кресло и громко зарыдала. «Ну зачем?» — набросилась она на Симаха, когда Строу выпроводили. «Зачем?» Симах пожал плечами. «Он слишком много знает. Он мог быть опасен. По крайней мере, он жив, а язык ему не понадобится для разведения свиней или кого там еще». «Я тебя ненавижу!» — выкликнула Барензия, а затем согнула пополам. Ее вырвало на пол. Она продолжала поносить его в перерывах между непреодолимыми приступами рвоты. Какое-то время он слушал невозмутимо. Дреллиан вытирала пол, а потом Симах приказал ей замолчать, пригрозив заткнуть рот кляпам на все время путешествия к императору. На пути из города они остановились у дома Катиши. Симах и Дреллиан не стали спешиваться. Все оказалось в порядке, но Барензия испытывала страх, когда постучала в дверь. Катиша ответила на стук. Барензия поблагодарила богов за то, что хотя бы с ней все время все было в порядке. Но и Катиша явно плакала от чего-то. Невзирая на то, что она тепло обняла Барензию. — Почему ты плачешь? — спасила Барензия. — По Террису, конечно. — Разве ты не знаешь? — О, боги, бедный Террис. Он мер. Барензия почувствовала, как сердце стиснуло ледяные пальцы. Он попался на кражу из дома коменданта. Бедняка, как это было глупо. О, Барри, его четвертовали сегодня на рассвете по приказу коменданта. Она зашлась рыданиями. Я была там. Он просил. Это было ужасно. Он так страдал перед смертью. Я никогда этого не забуду. Я искал тебя из Троу, но никто не знал, куда вы подевались. Она глянула через плечо Барензии. — Это комендант, да? Симах? И тогда Катиша повела себя странным образом. Она прекратила плакать и усмехнулась. — Знаешь, как только я увидела его, я подумала. Вот пара для Барензии. Катиша вытерла краем глаза. — Передник, знаешь, это я рассказала ему о тебе. — Да, — подтвердила Барензия. — Это я знаю. Она взяла руку Катиши в свое, проникновенно возглянула ей в глаза. — Катиша, я люблю тебя. Мне будет тебя не хватать. Но ради всего святому, никому ничего не рассказывай обо мне. Никогда. Поклянись, что не будешь. Особенно Симаху. И присмотри за Строу. Обещай мне это. Катиша пообещала, невольно озадачившись. — Барри, не может быть такого, чтобы Террис схватили из-за меня. Я никогда не говорила о Террисе никому. Этому ему она глянула на генерала. Барензия заверила ее, что это не так. Что все сведения о планах Терриса имперская стража получила от своего осведомителя. Что невозможно. Что возможно и не было правдой. Но она видела, как Катиша явно нуждается в утешении. — Ой, я рада, что это так. Насколько я вообще могу теперь быть чему-то радоваться. Сама мысль страшна. Да и откуда я могла знать? Она наклонилась к Барензии и прошептала на ухо. — Осимах очень красив, не находишь? И такой обаятельный. — Даже не знаю, — сухо ответила Барензия. — Я не думала об этом. У меня было над чем подумать, кроме него. Она вкрас и поведала ей, что ей предстоит стать королевой Моронхолда, а до этого пожить в имперском городе. Он искал меня, вот и все, по приказу императора. Я была просто целью для задания, и ничего кроме этого. Не думаю, что вообще видит во мне женщину. Хотя он и сказал, что я не была похожа на мальчика. Усмехнулась она, заметив сомнения на лице Катиши. Та привыкла, что Барензия оценивала каждое встречного мужчину из соображения желанности и доступности. Знаешь, для меня было потрясением узнать, что я на самом деле королева. Добавила она, и Катиша согласилась, что да, это так, это действительно должно быть потрясением. Хотя она едва ли сможет достоверно узнать подобные ощущения на собственном опыте. Она улыбнулась. Барензия в ответ. Затем они снова обнялись в последний раз. Она уже никогда не увидит Катишу вновь. У Строу. И Строу. Картеж покинул Рифтон через главные южные ворота. Проезжая через них, Симах коснулся ее плеча и указал вверх. Я подумал, вдруг вы истерисом желаете попрощаться вашего сочиства, сказал он. Барензия бросила короткий, но спокойный взгляд на голову, нанизанную на острие над воротами. Птицы уже потрудились над ней, но лицо все еще было узнаваемым. Не думаю, что он меня услышит, хотя уверена, что он бы за меня порадовался, если бы узнал, кто я теперь, сказал он, стараясь не придавать голосу легкомысленные нотки. Дорога не ждет, генерал, не так ли? Симах был явно разочарован отсутствием реакции. Ай, ты слышала о нем от своей подруги Катиши, я полагаю? Правильно полагаешь. Она присутствовала на казни, подтвердила Барензия. Если он еще не знал об этом, то все равно скоро выяснит, в этом она была уверена. А она знает, что Террис предлежал к гильдии? Она повела плечами. Да все знали. Это только грабители низшего уровня вроде меня держат свое членство в тайне, а те, кто повыше, хорошо известны. Она повернулась к нему с игривой улыбкой. Уж тебе ли этого не знать, генерал, добавила она противным голосом. Казалось, колкость его не задела. Значит, ты рассказала ей, кто ты и откуда? Я про гильдию умолчала? Членство в гильдии не только мой секрет, но и остальных членов. В этом разница. Кроме того, Катиша очень честная женщина. Если бы я ей сказала, то это опустило бы меня в ее глазах. Она вечно укоряла Терриса и наставляла на более честную стезю. А я ценю ее мнение. Она наградила его ледяным взглядом. И не то, чтобы это было твоим делом. Но знаешь, что еще она думала? Она думала, что я была бы счастлива, если свяжу судьбу с одним единственным спутником. Моей расы. Моей расы и при всех нужных достоинствах. Моей расы при всех нужных достоинствах и говорящим всегда только правильные вещи. С тобой, то есть. Она подняла по воде, собираясь пришпорить лошадь. Но не раньше, чем метнет последнюю неотразимую шпильку. Не правда ли странно, что желания порой сбываются? Не совсем так, как ты того желал. Или, может, надо сказать так, как ты не пожелал бы никогда? Его ответ оказался для нее настолько неожиданным, что она забыла о намерении пустить коня в карьер. Да, действительно странно, ответил он. И его тон в точности соответствовал словам. Затем он извинился и немного отстал. Она высоко подняла голову и подалась вперед в седле, стараясь казаться неудивленной. И что же такое было в его реакции, что так обеспокоило ее? Не сами слова, нет, что-то другое. Было нечто в том, как он их произнес. Нечто, что заставляло ее думать, будто и она, Барензия, была одним из его желаний, которые сбываются. Странно, конечно, но в целом объяснимо, решала она по размышлениям. Че? Решала она по размышлению. Ладно, хорошо. Наконец-то он ее нашел после долгих месяцев поисков, проходившись под гневные окрики императора, в том нет сомнений. И вот его желание сбылось. Да, видимо, это и имелось в виду. Но все же очевидно, что не все сбылось к его удовольствию. Да, вот такие вот огромные книги по Робо-Рензию. Но, по крайней мере, с точки зрения лора, им это интересно. Что ж, мы увидимся с вами в следующей серии. Следующая серия у нас врата для Чейбенхола. Снова будем страдать, но будем надеяться на лучшее. С вами была Шустро. Удачи и до новых встреч. Бай-бай.